Удивить иностранцев Олениной мясную продукцию местных производителей высоко оценили на состоявшейся в Москве международной выставке продуктов питания Продэкспо-2022. По ее результатам уже достигнута предварительная договоренность на поставку продукции из мяса Оленины в страны СНГ. Центр поддержки и развития экспорта Ненецкого округа принял участие в крупнейшем в России и Восточной Европе международном форуме Продэкспо. Отметим, что это одно из самых авторитетных ежегодных событий в сфере продовольствия и в течение четверти века определяет векторы развития отечественной пищевой индустрии. В этом году наш регион представил на выставке продукцию из мяса Оленины местных производителей. Есть предварительная договоренность о возможном экспорте с Казахстаном, ДНР, Украина, Дания, Туркменистан, Армения, Кыргызстан. Для нас очень важно выходить на зарубежные мясные рынки, поскольку национальным проектом нам поставлена задача выполнить показатель по объему экспорта несырьевой продукции 1,3 миллиона долларов. Продвигая на отечественный рынок качественные продукты питания, Продэкспо способствует реализации приоритетных национальных проектов, направленных на повышение качества жизни российских потребителей. Губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный на еженедельном совещании отметил, что продукция из Оленины местных производителей конкурентно способная. И сейчас необходимо приложить усилия, чтобы продвигать ее на разнообразные рынки сбыта, тем самым помогать мясокомбинату и оленеводам реализовать мясо. И если уж не удалось прорубить окно на европейский рынок, если нас не ждут по каким-то политическим вопросам, не хотят пускать на европейские рынки еврокомиссия, значит мы будем искать эти рынки. У наших давних друзей по СНГ давайте выходить на эти рынки, никаких согласований еврокомиссий не требуется для этого. Надо отметить, в округе достаточно потенциала и сырья, чтобы выходить в том числе и на международный рынок сбыта. Проводим работу для того, чтобы продукция мясокомбината попадала не только на прилавки магазинов в нашем субъекте и в других субъектах, как например в магазине в Архангельске. Но и руководство мясокомбината активно ведет работу с Росрезервом. То есть эта работа ведется. На текущий момент первое достижение, то что у нас сроки хранения линейного увеличены с 12 месяцев до 18. Это мы по сути для всей страны, для всех арктических субъектов по поручению губернатора мы эту задачу решили. Уже есть благодарности и со стороны Ямала и Мурманск, то что мы для целой отрасли силами нашего мясокомбината эту задачу решили. Между тем в конце марта планируется открытие фирменного магазина мясопродуктов в городе Усинске. Уже больше года подобная торговая точка работает в Архангельске. И как показывает практика, интерес у потребителей к данной продукции за пределами региона есть. Сейчас такая же работа ведется по городу Усинск. То есть эти работы магазина нужно открывать в тех регионах и в тех городах, где знают наши предприятия и где знают Оленину. И где есть конкретный спрос на Оленину. Думаю, в Усинске формальности мы должны пройти в течение февраля месяца до конца этого месяца. И уже должны приступить к ремонту помещений в марте месяце и технической оснастке магазина. То есть торговое и холодильное оборудование должны мы уже до конца марта месяца установить. По словам заместителя губернатора Татьяны Лагвиненко, в ближайшее время планируется выйти на российские международные рынки сбыта рыбной продукции, производителей Ненецкого округа. Ольга Русул, Антон Водряков, Алексей Орлов, Телеканал Север.